Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет из Крыма, из отеля Пальмира Палас. Давно хотели здесь побывать, посмотреть на территорию, что он из себя представляет. Ценник здесь немаленький. В сутки номер стоит здесь 30 тысяч от 30 тысяч. Есть здесь система только завтраки, есть система завтрак-обед-ужин. Номера здесь очень хорошие, но мы их с вами не посмотрим, потому что мы здесь по гостевому входу. Гостевой вход стоит 3 тысячи рублей взрослый билет, полторы тысячи рублей детский билет. В эти деньги не включено питание, то есть бассейн, пользование территорией, пляжем, то есть пользование территорией. Бассейн мы с вами протестировали в предыдущем видео. Вода здесь подогревается, что немаловажно, когда море холодное и грязное. Пляж здесь отличный, чистый, тоже это все было в предыдущем видео. Ну а сегодня мы с вами посмотрим, что же здесь из себя представляет шведский стол. Стоит ли за него платить или можно кушать в каких-то тут других кафе. Значит, мы сейчас находимся в кафе. Кафе называется на пляже. Ой, да, по-моему, на пляже называется. В общем, здесь кафе несколько. Есть здесь внизу кафе, прям непосредственно на самом пляже. Здесь есть наверху кафе, есть шведский стол, ресторан. И есть еще какое-то кафе рядом со шведским столом. Мы с вами посмотрим потом эти кафешечки. Сейчас мы пришли с Иваном накормить в первую очередь... А, это на крыше бар-гриль, на крыше. Сюда зашли накормить Ивана, потому что он у нас предпочитает бургеры. А их в ресторане, где шведский стол, скорее всего, нет. А потом с вами пойдем смотреть, что же там принесут. Ну и посмотрим, сколько здесь стоит чизбургер и сок. Сок свежевыжатый апельсиновый. Так, ну что, вот такой вот бургер. Здесь без перчаток, кстати. А где здесь руки мыть, если что? Но с салатиком. Подается с салатиком, с помидорами, с огурцами. Принесли здесь сразу же приборы. Зачетно, Вань? Даже я слюну сглатываю, хотя до этого есть не хотела, видя. Видя такое огромное количество. Салатик тоже скушай, хорошо? Вот такой вот обед 680 рублей у Вани. С салатиком, с бургером, с соком. Значит, а шведский стол стоит на ребенка здесь 750 рублей, на взрослые полторы тысячи. Парк включили, воду. Все, Ванька оставляем здесь. Он у нас лежит на лежаке. Никуда без нас не уходит. Воду без нас не идет. А мы идем смотреть с вами шведский стол, буду и кушать, соответственно. Ваня, мне прям аппетит такой нагнал. Сейчас кушал так аппетитно. Сейчас с вами посмотрим, что у нас входит в полторы тысячи рублей. Ух ты, здорово, прикольно. Очень уютно здесь. Смотрите, какая красота. Обязательно надо сделать здесь фото. Что? Все мы оплатили. Зал здесь очень уютный. Очень уютный. Сок персиковый, сок яблочный, водичка. Давай. Вода, компот ягодно-фруктовый. Мы пришли на улицу, да, на улицу. Здесь кондиционер работает, на улице сегодня очень тепло. Так, ну, собственно говоря, сама шведская линия. Пойдемте смотреть, что из себя представляет здесь шведская линия. Так, начнем сначала. Бульон куриный, окрошка на кефире, солянка рыбная. Груши, яблоки цельные. Здесь телапия паровая, куриное филе, гриль, котлета по-домашнему, с чесноком, свинина с фасолью. Идем дальше. Пекинская калпуста с колбасой, овощной салат с оливковым маслом, салат из капусты, морской коктейль. Здесь что, рулет рыбный, это же, это вот, это вот, закуска сала, огурцы, помидоры, апельсины очищенные, гриб-фруты очищенные. И, и горячие здесь макароны, бруссельская капуста, картофель отварной, опять-таки яблоки и чуть-чуть гречки. Ну что, шведская линия, вот такая шведская линия. Значит, помимо этого есть еще сладкий стол. Сладкий стол здесь, я смотрю, ассортимент не очень большой. Вот такие вот булочки, пирожные, кексы, корзинка лимона, кстати, кексы обожаю, вот, из всех сладостей, очень-очень люблю кексы, вот, ну, что-то такое песочное и с кексовой текстурой. Ну и кофейные аппараты в количестве трех штук. В количестве трех штук. Все. господа, сейчас иду делать я свой выбор. Значит, здесь еще мандарины, яблоки, груши, виноград, бананы и что-то, вот я смотрю, тут какой-то шоколадный дождь, шоколадный фондю, наверное. Тут можно взять еще какие-то десерты с шариками и детский ствол вот такой. Все, поехали. Ну что, подводим итог. За полторы тысячи вы получаете вот такую вот уютную территорию, неограниченное количество напитков в виде каких-то соков и кофе. Значит, мой выбор это капуста пекинская с колбасой, это баклажаны, это курица и это брюссельская капуста. А также я очень люблю вот эти вот кексы, про которые я сказала, но выпечки здесь, конечно, по сравнению с нами, с форосом, если кто-то не видел форос, то посмотрите шведское питание, шведскую линию в форосе. Но здесь есть цельные, зато эти цельные фрукты, то есть вы можете их взять, по идее, с собой. Ну, конечно, выносить, наверное, тоже здесь нельзя. Но зато они есть. То есть цельные яблоки, цельные груши, не порезанные. Смотрю, пирсики там за столом лежат, что-то сейчас я не обратила внимания. Ну, честно, я просто небольшой любитель фруктов, поэтому, ну, вот мне черешник, клубника, да, что-то остальное нет. Значит, ну, напишите в комментариях, стоит полторы тысячи это или нет. Я думаю, что стоит. В ресторане вы видели практически ничего не взяли, 680 рублей тоже, ну, то есть сокает. Я для себя сделала вывод, так как я, несмотря на мои размеры, ем все-таки, ну, не настолько много, то мне лучше ходить вот в обычные рестораны по меню. То есть там ты можешь взять себе рыбку, ну, то, что вот тебе хочется, или там какой-то кусочек, может быть, мясо, или еще что-то, но, но, вкусно. Здесь, здесь, наверное, тоже вкусно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Хорошо и то, и то. Что дешевле будет, где дешевле, приблизительно одинаково будет. Колбаска вкусная. Только очень-очень соленый. Салат очень-очень соленый. Давайте попробуем. Курица сухая, не сухая, куриное филе. В общем, в целом, вкусно. Решать каждому самостоятельно. Шведский стол или ресторан. Еще раз показываю общий план. Никто не толпится. Работает кондиционер. Очень приятная атмосфера здесь. Ну, выбор еды, на мой взгляд, не очень большой, но всего хватает. Кексы, кстати, разлетаются очень быстро, но я ожидала, что они будут хрустящие, а они не хрустящие. Я пришла себе налить еще кофе. Здесь, кстати, три кофейных аппарата. очереди нет никакой, потому что я так понимаю, что здесь не все на системе все включено. Так, ну и здесь можно себе сделать вот такую вот вкусняшечку. Можно взять киви, можно взять банан, окунуть все это дело в шоколад, в шоколадный фонтан. Можно то же самое сделать с зефиром, если кто-то любит. Также вот это вот что такое, я не пойму. Какие-то цукаты, что ли, все это такое. Какие-то вот десертики. Ты не хочешь такую штуку в шоколаде? Я хочу просто киви. А не знаешь, как ее делать? Я знаю, как ее делать. Это берешь, да, и льешь на нее. Что на нее делать? Ничего сложного. Я себе хочу вот что-то такое себе наделала. Оксана сейчас будет делать эксклюзив. Бананы в шоколаде. Любопытно стало, что это такое. Здесь лежит компот, что ли, какой-то. Что? Похоже на цукаты. Что это за цукаты такие? Еще не выловишь эти цукаты. А, слушайте, даже какой-то как сахар, что ли. Сейчас, ну-ка. Пока я выловила. Цукаты. Цукаты в сиропе. Вкусненько. Для сладкоежек более чем достаточно. Я спрашиваю, почему вы не берете киви? Ну, я их не особо люблю. Ой, кстати, у нас киви не очищенные, да? Да. А здесь киви очищенные. Хорошо. Ну что, кофе напились, насладились атмосферой, наелись. Теперь можно идти спокойно плавать в бассейне. А, вот здесь еще один есть ресторанчик. Ресторан ручной работы. Вот это уже, ну, соответственно, здесь по меню они работают. Барная карта, меню, ресторан Макраме. Борщ 380 рублей. Гарниры картофель фри вот здесь был 200 рублей. Утиная грудка, паста, чизкейк, сибас 860 рублей. Ну, в общем, черноморские мидии 340 рублей. Паста. Нет, бургера здесь нет, но здесь была картошка фри. Но мы поели вот где чизбургер Ваня ел, там гораздо лучше, потому что там непосредственно на море, а здесь так, ну, тихо, уютно, спокойно, как бы, как бы, вот мне на море больше всего понравилось. Ресторан на крыше. Ну, и здесь, конечно, красиво. Также здесь рыбки плавают. Смотрите, видите, аквариум, такие огромные-огромные рыбы. О, и даже черепаха вместе с рыбой. Живая, нет, не двигается. Так, ну что, пойдемте купаться. Уже хочется купаться. Сейчас прям вообще на улице тепло-тепло. Вот он, видите, еще один бассейн помельче. Там побольше. я имею в виду, это маленький бассейн, тот большой бассейн. как бы, сильно большой-то разницы между ними нет. но тем не менее. Очень здесь уютненько. Прямо, знаете, вот у меня здесь было бы любимое вот это место. Видовое на море либо внизу на пляже. Когда море, ну, я говорю, море теплое, сейчас вот оно очистится, и на пляже прям вообще по кайфу. Уже все предусмотрено. на случай плохой погоды есть такой бассейн. Есть еще здесь закрытый какой-то комплекс. Море тоже шикарное. И даже погода над Яутой сегодня разветрилась. Сейчас прям солнце такое. Солнце очень-очень тепло. Здесь еще и апартаменты, значит, соответственно, есть. Ну, вот эти лежаки для гостей и апартаментов. Пойдем во второй бассейн. Пойдем? во второй вон он, второй бассейн. По поводу по поводу глубины иду я по поясу иду. Постепенное увеличение. Ау! Только потом в другой бассейн. Потом в другой пойдем. Можно и в этом и в другом где угодно. Сейчас нужно обед отрабатывать. Обед шведский стол. Хотя я Оксане сказала, что вот я допустим так давайте вместе погружаемся. Я бы, допустим, вот для меня, что для меня является вкусная еда? Вот понимаете, мне сейчас, конечно, многие не поймут. Чебурек. Какой-нибудь вкусный чебурек. вино сухое красное либо шампанское полусухое белое и ну в принципе все. Вот было бы нормально. Но либо рыбка какая-то может быть на гриле либо говядина на гриле, не знаю. вот. А шведский стол умничтож он настолько приелся, что я понимаю, что мы настолько переедаем. Ты же в обычной жизни столько не ешь, сколько ты берешь на шведском столе. Смотри. Что? Ну смотри. Сейчас я смотрю. Мам, посмотри. Ну кстати, здесь я стою по шее. Горка для этих. Для взрослых классных. А куда же она уходит, что я не пойму. Она не уходит тут. Ты как с нее покатишься. Не, кстати, вот на этой горке я бы скатился. Когда она заработает, можно на ней покататься. Сейчас она заработает. Здесь вон она останавливается. никуда ты из нее не вылетишь. И она такая нерезкая. Это как раз для меня, для того, кто боится купаться. Все, будем купаться. Убираю телефон. Ван мне говорит, ой, вы там все время снимаете. Вот я сейчас три минуты поснимала и все. Телефон убираем и дальше мы плаваем ходим два часа здесь. Что хочу сказать, что все здорово, все классно здесь. Вот это все работает. Но вот здесь очень скользкое покрытие. Здесь два раза упал. Один раз нормально, второй раз очень неудачно. Чуть ли головой не ударился. Вот это, конечно, очень большой минус, что нет такого противоскользящего покрытия. Очень аккуратно. А с детьми, я иду медленно. Ваня несколько раз попросила, чтобы он медленно, но это ребенок. Раз, раз, бежит, упал. Раз, раз, бежит, упал. Это, конечно, очень большой минус. у детей полный восторг, потому что, ну, ясное дело, что на улице жарко, хочется поплескаться, попрыгать, побегать. И вот эти вот все струи у них вызывают дикий восторг просто. Что, пока Оксана там с Ваней плещется, у меня есть возможность пойти вот здесь вот покачаться, накачаться в лежаках. Все, как я люблю. И пойти обследовать немножко территорию. Слушайте, я думала удобнее. Здесь обязательно должны быть мягкие подушечки. Я сразу же провисла, просела в этой штуке. И это жестко, жесткая часть. То есть она все очень здорово, все очень классно, так балдеть, книжку читать. Но обязательно должна быть мягкая подкладочка. А ее здесь нет. Может быть убрали, может быть еще что-то, я не знаю. вид отсюда, как говорится, на миллион. Здесь бассейн, а здесь вот красота, великая сила. Слушайте, подарили аттракцион. Так она и каталась до конца отдыха здесь. Но я не знаю, если меня спросить, допустим, чтобы я выбрала все-таки отдых здесь или в Форосе, я даже не знаю, что сказать. потому что хорошо и там и там, Форос это санаторий, а здесь отели, здесь более привычная система. Ну, анимация-то она мне в принципе не нужна, но тем не менее, тем не менее, конечно, сейчас в наше время обязательно должны быть бассейны открытые. Во всех отелях, если вы едете на море, должен быть открытый бассейн. Я понимаю, что многие негативно относятся к бассейнам из-за того, что считают, что хлорка и все такое, вода, но если нет возможности купаться в море, потом кто-то в море рыб боится, потом дети опять-таки не все море любят, некоторые боятся моря, особенно маленькие дети. Обязательно должен быть бассейн. Поэтому это, конечно, здесь огромный плюс. Потом мне написали, что исходя из моего опыта уже здесь в Крыму Мрию видели, потом Европу, Форос я вам только что сказала, Пальмира. Кто не знает, в Интуристе в Ялте мы были тоже два года тому назад с Оксаной посмотрели его. Вот чтобы, допустим, я бы посоветовала для поселения. вот здесь все здорово, все классно, все очень понравилось, но стоимость от 30 тысяч не каждый может себе позволить. Не каждый может себе позволить далеко. Шведский стол вы видели. Еда, я бы не сказала, что супер разнообразная. Территория здесь небольшая, собственно говоря, вот это все пляж отличный, хороший. в общем, все зависит от вашей финансовой возможности. Если есть финансы, позволяют, хорошо. Что касается Интуриста, стоит в два раза дешевле, можно даже еще дешевле купить, в общем, все зависит от того, когда вы покупаете. Номера есть разные, есть скромные, есть не очень, но начиная от 13 тысяч стоит Интурист. тоже есть система завтраков, есть завтрак, обед, ужин, в общем, можете на месте докупить, куча кафе рядом, в центре находится практически огромное достоинство Интуриста, огромный большой бассейн с морской водой, огромный, есть еще бассейны поменьше, пониже, ну и море там внизу, здесь вот видите на островах детских какая-то такая площадка дети играют, в общем, у них там конструктор, все такое, вот, в общем, вот, как бы, исходя из того, что я видела в Интуристе и здесь, я бы, конечно, бы взяла Интурист за меньшие деньги, тоже в Ялте, но за меньшие деньги, территория там тоже обалденно красивая, питание там лучше было, во всяком случае, раньше, чем здесь, я не могу сказать, что здесь вы будете голодными, ни в коем случае, но там больше разнообразия, бассейн больше, их вообще, бассейнов больше, там один большой, тоже точно такие же, там сауны рядом, поэтому, в этом плане Интурист, но, что касается Мрии, Мрия, конечно, отличный отель, но за те деньги, за которые его продают, я считаю, что это очень дорого, поэтому, ясное дело, если есть такие деньги, то Мрия получше будет, но опять-таки, она на ветрах, не знаю, в общем, вот соотношение цена-качество, все-таки, Интурист, хотя, вот этот вот отель, мне нравится, но, 30 тысяч, считаю, дороговато, сейчас, понимаете, понятие дороговато, тут вообще, смотрите, какой, кстати, здесь классный игровой центр для детей, понятие дорого сейчас, у всех, у всех разное, у меня, я здесь понимаю, что, как бы, здесь там 100-200 рублей, они вообще ни о чем, то есть, ну, там сок за 200 рублей, там, кто-то скажет, дорого, а здесь это, ну, нормально, это дешево, 200 рублей, вот здесь, допустим, свежевыжатый сок, не для меня дешево, по вот этим вот понятиям здесь, 200 рублей, 300 рублей, идешь, вот, там, поужинать, две с половиной, 3000 готовь, есть ли ресторан, есть, разумеется же, столовые, бюджетные, есть столовые, опять же, такие, не обязательно же, вот это вот все есть, можно взять тот же самый чебурек, за 100 рублей, запить соком, вы точно так же наедитесь, то есть, вот, если спрашивать, бюджет, то он у всех абсолютно разный, можно на 200 рублей поесть, можно на 3000, можно на 10 тысяч, так, вот это вот корпуса сону моря, нашла откуда посмотреть, наверное, это из номера, вот, на крышу выход, потому что крыша, с такими, с перилами, значит, подразумевает под собой, некую сметровую площадку, может быть, конечно, это сделано для красоты, если кто-то отдыхал, напишите, здесь, мне кажется, все-таки туда можно, подняться, скорее всего, погода сегодня, прям, смотрите, с утра мы были, прям, вообще, всю в облаках, вся Ялта была в облаках, а сейчас прям красота, вся как на ладони у нас с вами, вот так вот, видно вам? Думаю, что видно. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Взяла что здесь есть вот такие вот разные ватрушки плавательные вот эти все средства то есть абсолютно спокойно вы можете на них плавать не надо ничего докупать вот круги разные а я твои тебе принесла слушайте дошла в ваниных тапках смотрите размеру вани 39 размер тапок мой размер мам ну давай видите как заныривать надо на арбузик кто-то в шапочке ныряет ну вообще вот я поняла что нам очень не хватает бассейна открытого вот чего нам не хватает на этом отдыхе это открытого бассейна потому что ну либо либо теплого моря либо открытого бассейна но хочется плавать да взяла я твой взяла я твой ныряй 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 70 70 там 70 сантиметров там просто это расстояние хорошо ли тебе девонька а остаемся здесь а как же наш а как же наш ужин и белки но мало процедуры мамы процедуры надо но вот хочу сказать что после сауны когда сам сам не посидишь выходишь здесь бассейн теплый здесь вода теплее еще чем вот в другом вот но когда после сауны выходишь кажется холодно а здесь кипарисы у нас там сосны а здесь кипарисы в общем дорогие друзья прощаемся мы с этим замечательным местом место действительно замечательное отель мне понравился очень зелёдно очень уютная территория бассейны отличные пляжная зона вообще великолепная единственное что вот сейчас на сегодняшний момент на 22 число есть мелкая мелкая мошка и и много она облепляет такая была на айпетре айпетре здесь недалеко вот такая но это вот сезонность она в какой-то вот момент то ли после дождя бывает мы на айпетре оттуда бежали унося ноги потому что было это мошка потом у многих у кого не спрашивать не не видели мошки ну нам это не мерещится как бы она здесь есть вот такая маленькая она не кусачи ничего нам просто неприятно что ее много сразу на тебя садится и это не камильфу но еще раз таки говорю что мне кажется ну как бы может быть какой-то день там или два и не знали время какое-то определенное а вот так вот если по пятибалльной шкале то на четверочку из-за питания если вот питание брать полный пансион что все таки но такого большого разнообразия здесь нет но опять-таки хватает хватает вот но со всеми я прощаюсь как всегда всем добра удачи позитива мы с вами посмотрим еще один очень интересный отель будем там с ночевкой не загадывая уже совершенно в другом месте ну и как всегда совсем скоро увидимся с вами вновь какой сегодня замечательный закат вот там где-то сейчас солнышко за горой по коням накупался пара порадовался понравилось вот кто спрашивает про снятие наличных очень хорошо значит у них вот здесь банк рнкб вот снятие наличных с процентами мир виза карты можно здесь снимать снимать процент небольшой мне даже по моему вообще процента не снимались ну вот с такой карты пополнить телефон и даже можно